Приветствую вас! С вами Фахака и Искоримский обыватель. Я обзавелся великолепными броней и оружием, но в качестве воинской специализации выбрал те навыки, которые я до сих пор не использовал. И прежде чем встать на путь героя и начать прохождение сюжетной линии игры, мне требуется некое испытание, которое должно показать, насколько хорошо сочетается мой высокий уровень персонажа, а соответственно и высокий уровень моих противников, моя великолепная экипировка и мои слабо развитые воинские навыки. В поиске приключений на дорогах я смысла не вижу, поскольку с подобными вызовами я справлялся и в плохой экипировке. В дорожных стычках определяющим является фактор всадника, а мне нужно испытать не только наносимый мной урон, но и собственную защищенность, собственное количество здоровья, а не количество ударов, которые может выдержать лошадь от заматеревших противников. На мой взгляд наиболее адекватным тестом будет выполнение квеста охотника за наградой. Ну это квесты типа убить главаря бандитов, либо квесты, которые дают граждане, то есть зачистка какой-либо шахты, пещеры, здания, башни от шайки бандитов. Квест этот полегче, чем квест с сюжетной линии. Главари бандитов достаточно серьезные противники, хотя и послабее мини-боссов. У меня есть два таких квеста, это фамильный меч Амрина и зачистка лагеря Тихих Лун, но я зачищу лагерь чистых родников. Задания на этот лагерь у меня нет, но зачистив этот лагерь я найду заклинание трансфутации руды. Это заклинание превращает железную руду в серебряную, а серебряную руду в золотую. И таким образом я заготовлю много сырья для изготовления драгоценностей. Изготовление драгоценностей не требует никаких перков, но очень хорошо развивает навык кузнечного дела. Это второй путь развития кузнечного дела. Он очень хорошо подходит для магов, поскольку не требует покупки сырья для кузнечного дела. И вложение в навык кузнечного дела каких-то перков. Вроде бы магам кузнечного дела совсем и не нужно, но изготовление драгоценностей даст набор уровня, который увеличит количество жизни и магии, и обеспечит сырьем для занятия зачарования. А вот, кстати, я и нашел дорожное приключение. Парочка разбойников каких-то, головорез. Все время путаю я, кто из них круче. Головорез, грабитель или громила. Ну, головорез, по-моему, он все-таки намного круче. О, громила. Так, а кто из них тут? Так, по-моему, громила, он идет сразу после разбойника. Ну, вот у него и здоровья поменьше. Ну, надо сказать, достаточно серьезное приключение. Ну, вот громилу я нескольких ударов вынес. А вот с головорезом приходится повозиться. Ну, в общем, собственно, я и не сомневался в таком исходе. То, что верхом я расправлюсь практически с любым противником, даже если их несколько. И лежит какой-то труп. Так, что там в записке написано? Ну, вот одно из дорожных приключений. Девушка отправилась на поиски грабителей. Ну, собственно, и нашла их. Ну, что ж, очень жаль. Лучше бы она наняла каких-нибудь наемников. Как это, например, сделал Амрин. Дал мне поручение на поиски его фамильного меча. Так, ну вот я и подошел к лагерю чистых родников. Не буду я с этой бандой разбираться верхом. А сделаю это в пешем порядке. Ну, вот с нескольких ударов того же Громилу... Опа. Громила мне уже не соперник. Хотя вот маг... Маг Громила... Достаточно неприятен. Так, чтобы не возвращаться, чтобы не... Искать потом... Разбойник, ну-ка. Разбойник из двух ударов. Так, и еще один лучник. Так, 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 так. Кто-то у нас... А, это был, наверное, бандит. Бандитов я убиваю с одного удара. Очень такой приятный факт. Особенно с учетом тех мучений, которые мне пришлось пережить в самом начале, на самом старте игры. Нельзя сказать, что я с бандой расправился не вспотев, но тем не менее, это все произошло очень быстро, стремительно. Хотя, надо сказать, что два Громилы, разбойник и бандит, это действительно мнение соперники. Ну, теперь нужно забраться внутрь шахты и опробовать свои силы на главаре бандитов. Но прежде я пошарю по всяким сундучкам, бочкам и прочим контейнерам, которые расположены на улице. Особой необходимости для меня в этом нету, поскольку денег у меня достаточно. Ну, во-первых, я потренирую навык взлома. Во-вторых, в сундуках можно найти драгоценные камни, что для меня важно. Ну, а ожерелье и кольца с драгоценными камнями, они существенно дороже обычных колец и ожерелья. Ну, а в третьих, в бочках и мешках, можно найти алхимические ингредиенты. Что для меня тоже достаточно важно. Ну, теперь можно, чистой и спокойной душой, отправляться на зачистку непосредственно шахты. Своего персонажа я заявил как брутфорсящего лучника, но чтобы брутфорсить именно лучником, мне необходимо развить навык стрельбы. Для реального брутфорса в качестве лучника нужно иметь перк «Мощный выстрел», либо вооружиться арбалетом. У арбалета есть тоже такое свойство, аналогичное перку «Мощный выстрел». Мощный выстрел дает 50% шанс того, что от выстрела противник покачнется. Ну, соответственно, он потеряет скорости, и можно сделать несколько выстрелов из лука или арбалета. Ну, а пока что я могу сделать только один выстрел, а потом уже идти в рукопашную. И, пожалуй, надо быть изделие, повышающее навык двуручного оружия. Тем более, что и оружие у него с огненным уроном. Ну, можно сказать, что испытание моего нового снаряжения прошло удовлетворительно. Не обошлось без зелий. Был момент, когда все висело на волоске, и главарь был в стальной броне, а не в стальной пластинчатой. Но я победил, и это самое главное. Кстати, в этой ловушке нужно быть очень аккуратным, чтобы не задеть острые колья. Конечно, у меня сейчас уже достаточно хороший запас жизни, и броня у меня очень хорошо улучшена. Но при малом запасе жизни и в легкой броне об эти колья можно пораниться до смерти. Большую часть постукивания киркой о рудные жилы я оставил за кадром. Железных рудных жил в шахте лагеря чистых родников много, и факт этот весьма радует. Но процесс добычи руды довольно нудный, и занимает много времени. А вот и то, ради чего я явился в лагерь чистых родников. Томик заклинания «Трансмутация руды». И, похоже, бандюки сами были не прочь заняться трансмутацией. Кусок серебряной руды взялся явно не из рудной жилы, которой здесь нету. Ну, в общем, теперь вместо бандюков трансмутацией руды буду заниматься я. Звезда Меридии. У Меридии не самый мерзкий из «Принцев Даэдра». Новая рука коснулась знака. Слушай. Слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Ну, хотя Меридия и не самый злой из «Принцев Даэдра». Можно даже сказать, что это добрая богиня, поскольку ненавидит нежить, вовсю борется с ней. Но, тем не менее, как и все остальные «Принцы Даэдра», отличаются жуткой бесцеремонностью. Согласие на помощь вовсе не спрашивает. Нашел звезду путеводную. Вынедополож, доставь ее на гору Килкрит. Так и подмывает спросить насчет волшебного слова. Ну, подозреваю, что этим волшебным словом будет бегом. Последний кусок руды. Из последней рудной жилы. И делать мне в шахте лагеря чистых родников больше нечего. Можно отправляться домой. И дома, в спокойной обстановке, заняться трансмутацией руды. Превращением железной руды в серебряную и в золотую. И, пожалуй, сниму я маркер на задание. Меридия подождет. Она со мной не церемонится, и я с ней тоже не буду. И вот я вернулся домой с полным рюкзаком железной руды. Поставлю лошадь в стойло. И займусь переработкой всего того сырья, что я добыл в лагере чистых родников. Достану из сундука рабочую одежду, драгоценные камни, железную руду, заполненные камни душ. Это все будет нужно для технологического процесса, в котором трансмутация руды является только начальным этапом. Ну, потом, естественно, переплавка, ковка драгоценностей, и заключительным этапом будет наложение на драгоценности различных зачарований. Финансовый вопрос у меня сейчас не стоит. 22 тысячи с лишним денег у меня. Поэтому зачаровывать буду всеми камнями душ, какие у меня только есть. И крохотными, и маленькими. 9.07 время. И перед началом занятия ремеслами и трансмутацией я немножко отдохну. Проснулся я в объятиях любви опять. И надо постараться продать из Ольги хотя бы один из тех луков, что лежат в сундуке и ждут своей очереди на продажу. Здравствуй, любовь моя. Думаю, у тебя было немало приключений. Да, любовь моя, тебе что-то нужно? Вот, мне как раз захотелось угостить тебя чем-нибудь. Завтра приготовлю еще. Мы получаем небольшой доход. Вот, это твоя доля, любовь моя. Да, немного того, немного сего. Проверю, может быть попадутся пока еще не изученные мной одежные зачарования. Особых надежд не питаю на это, но надо проверить. И пригодится мне обруч великой магии. Пригодится он мне в занятиях трансмутации руды. Ну, двух неизвестных мне сопротивлений, сопротивлений ядом и болезни нету. Поэтому традиционно куплю все камни душ. Ну, и слиток абонитовый. И самый дешевый лук у меня будет стоить 4 800. надо еще что-то купить у Изольды, но, честно говоря, я даже не знаю, что купить. Ни пища, ни зелья мне не нужны. продать, что ли, так? Нет, пожалуй, куплю я шкуры, шкуру белого медведя. Ну, и куплю парочку козьих шкур. Как раз из двух шкур будет один кусок кожи и отмычки. И даже купил я немножко с запасом. Остается 32 золотых. Ну, вот слабый зелья лечения. Как раз три штуки остается два золотых. Это золья будет на карман и расходы. Вот такая вот проблема с зачарованными вещами. Особенно если это эбонитовое оружие с каким-нибудь дорогим зачарованием и при достаточно высоко развитом навыке зачарования продать их достаточно тяжело. Ну, впрочем, пусть лежат в сундуке, ждут своей очереди. Каши они не просят, не прокиснут, не протухнут. изучение мастерства охотника дало совершенно мизерную прибавку навыки зачарования, практически незаметно. Ну, что ж, переодеваюсь в рабочую одежду, обруч великой магии, одеяние эксперта школы изменения. И иду на улицу заниматься трансмутацией руды. Вообще, трансмутация руды это страшное занятие, страшное по своей занудности. Так, заклинание я еще не изучил, ну, ничего страшного. Особенно в этом плане страшен первый раз. Во-первых, заклинание потребляет очень много магии. Вот, даже при надетом одеянии эксперта оно потребляет 70 единиц магии. Во-вторых, это заклинание уровня адепта и даже если возникнет желание сократить расход магии за счет перков, то это вряд ли получится, поскольку нужен будет 50 уровень в навыке изменения. А к началу занятий трансмутацией до 50 уровня не всегда сможет развить изменения даже маг. В-третьих, скапливается очень большое количество железной руды. И переработать такое количество руды очень и очень муторно. И в-четвертых, самая главная особенность. В первую очередь трансмутируется серебряная руда в золотую, а железную серебряную во вторую. То есть, чтобы получить серебряные слипки, нужно прибегать к различным ухищрениям. Ну, например, постоянно выкидывать из инвентаря серебряную руду, чтобы она не превратилась в золотую. Либо, вот как я, читать заклинания с двух рук. И при этом бывают осечки. Вот как раз у меня первая осечка была. Прочитал заклинания с двух рук. отработало только одно из них. Осечки бывают еще и другого типа, когда заклинания читаешь асинхронно, и вместо двух кусков серебряной руды получаешь один кусок золотой руды. То есть превращается не два куска железной руды, а сначала кусок железной руды превращается в серебряную, а потом кусок серебряной руды превращается в золотую. Ну, осечка второго типа она не так неприятна, как осечка первого типа, поскольку не нужно ничего выкидывать из инвентаря. Вот, кстати, у меня как раз осечка второго типа и произошла. я ничего не выкидываю, просто читаю заклинание второй раз. Ага, и вслед за осечкой второго типа сразу же последовала осечка первого. Вообще, зачем нужно столько мучиться с получением серебряных слитков? Дело в том, что качество камней, которые выпадают из рудных жил, зависит от уровня персонажа. И на начальных уровнях выпадают в основном гранаты и аметисты. А из этих камней делаются серебряные украшения. Но серебряные украшения с камнями стоят дороже, чем два простых золотых кольца, которые получаются из золотого слитка. Соответственно, для того, чтобы быстрее рос навык кузнечного дела, нужно делать серебряные украшения. Нужны серебряные слитки. Кстати, необходимое количество серебряных слитков я уже выплавил. И дальше дело пойдет легче, поскольку для выплавки золотых слитков не требуется никаких мудростей и хитростей. Это был последний кусок руды. Последний золотой слиток. И теперь можно приступать к изготовлению колец и ожерель. Начну я с самых дорогих колец и ожерель с камнями. закончу простыми золотыми кольцами. Уровень у меня повысился и надо посмотреть, что же мне принес поход в лагерь чистых родников в плане улучшения моих боевых навыков. тяжелая броня ну, туда перков не нужно. Блокированием я и не пользовался. А вот двуручное оружие повысилось до 30 уровня и могу взять перк крушитель черепов. стрельба тоже не очень сильно повысилась. Ну, не так уж и сильно повысились мои боевые навыки. Больше перков туда не требуется. Но когда потребуется, их потребуется много. И боюсь, что мне придется объявлять легендарным навыком еще и навык алхимии. Ну, до этого еще пока что далеко. А сейчас зачарую изготовленные колечки. Один большой камень душ я оставил для зачарования моего боевого молота. При создании молота я его не стал зачаровывать, потому что не знал, какое зачарование выбрать. Ну, а поскольку тест моих способностей прошел удовлетворительно, и повышать урон оружия за счет зачарования не требуется, то молот я зачарую на захват душ. пожалуй, я со всеми ремесленными делами сегодня закончил. Сложу я все свое рабочее старяжение в шкафчик, и заодно туда же сложу все оставшиеся незачарованными драгоценности. Пусть они лежат поближе к стольку зачарователя. А зачарованные колечки, готовые уже к продаже, я сложу в сейф, который у меня стоит в прихожей. И последнее невыполненное хозяйственное дело это сбор урожая. 6.44 вечера. Да, как-то я затянул со сбором и посадкой урожая. Ну ничего. Складываю я его в мешок. И прихвачу с собой еще один из своих дорогущих луков. Который я постараюсь продать лукану Валерию, когда в следующей серии возьму задание на поиски золотого когтя. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ